Студия аудиокнига своими руками Иван Бунин, сын Читает Александр Водяной Госпожа Моро родилась и выросла в Лазани В строгой честной семье Замуж вышла она по любви В марте 76-го года Среди пассажиров старого французского парохода Овернь Шедшего из Марселя в Италию Оказалась чета новобрачных Дни стояли тихие, прохладные Море серебристыми зеркалами терялось в туманных весенних далях Новобрачные не сходили с палубы И все любовались ими Все глядели на их счастье С дружелюбными улыбками У него это счастье Сказывалось в бодром резком взгляде В потребности движения В оживленной приветливости с окружающими У нее В том радостном интересе С которым она воспринимала все Новобрачные эти были Моро Он был старше ее Ростом был невелик Лицом смугл Волосом курчав Рука у него была сухая Голос чистый и звучный А в ней чувствовалась примесь какой-то иной Нероманской крови Она казалась чуть-чуть высока При темных волосах Глаза у него были серо-синие Через Неаполь, Палермо и Тунис Они проехали в Константину В Алжирию Где господин Моро получил Довольно видный пост И жизнь в Константине Те четырнадцать лет Что прошли с этой счастливой весны Дали им достаток Семейный лад Здоровых, красивых детей За четырнадцать лет Моро очень изменились по внешности Он стал черен лицом, как араб Посидел и подсох Многие принимали его за уроженца Алжирии Никто не узнал бы и в ней ту прежнюю Что когда-то плыла на Аверни Тогда даже в туфельках Ее было очарование молодости Теперь и у нее в волосах серебрилось Тоньше, золотистее стала кожа Похудели руки И в уходе за ними В прическе, в белье, в одежде Уже проявляла она какую-то излишнюю Опрятность Жили они каждый по-своему У него время было наполнено работами Он оставался все тем же И страстным, и трезвым Каким был и прежде У нее с заботами о нем и о детях О двух хорошеньких девочках Из которых старшая была уже почти барышня И в один голос говорили все Что нет в Константине лучшей хозяйки Лучшей матери И более милой собеседницы в гостиной Чем госпожа Моро Дом их стоял в тихом и чистом квартале Со второго этажа Из парадных комнат Всегда полутемных от закрытых жалюзи Была видна Константина Славная на весь мир С своей живописностью На косых скалах лежит эта древняя арабская крепость Ставшая французским городом Окна семейных покоев Тенистых и прохладных Смотрели в сад Там в вечном зное и блеске Дремали вековые эвкалипты Секоморы, пальмы Обнесенные высокими стенами А хозяйка вела то замкнутое существование На которое обречены в колониях Жены всех европейцев По воскресеньям Она неизменно бывала в церкви В будни выезжала редко И держалась небольшого избранного круга Она читала Занималась рукоделием Училась с детьми Иногда посадив себе на колени черноглазую Мари И одной рукой играя на рояле Пела старинные французские песенки Меж тем, как горячий ветер Широко входил из сада В открытые окна Константина Затворившая все свои ставни И нещадно палимая солнцем Казалась в эти часы Мертвым городом Только вскрикивались и во воронке в садах Да меланхолически Звучали рожки гарнистов По загородным холмам Где порою глухим стуком Сотрясали землю пушки И мелькали белые солдатские шлемы Дни шли однообразно Но никто не замечал Чтобы госпожа Моро Тяготилась однообразием жизни В характере ее Не проявлялось ни повышенной чувствительности Ни излишней нервности Здоровье ее нельзя было называть очень крепким Но оно не доставляло тревог господину Моро Поразил его только один случай Однажды в Тунисе Арабский фокусник Так быстро и глубоко усыпил ее Что она на силу пришла в себя Но это было еще во время переезда из Франции С тех пор таких резких падений воли Такой болезненной восприимчивости Она не испытывала И господин Моро был спокоен И убежден Что душа ее безмятежна И открыта для него Но вот Появился в Константине Некто Эмиль Дюбуи Эмилю Дюбуи Сыну госпожи Бонне Давней и хорошей знакомой госпожи Моро Было всего девятнадцать лет Госпожа Бонне вдова Кроме Эмиля, рожденного ею в первом браке Выросшего в Париже И теперь изучавшего право Всего же более занятого Сочинением только одному ему понятных стихов И причислявшего себя К несуществующей поэтической школе искателей Имела еще дочь Элизу В мае восемьдесят девятого года Элиза готовилась к венцу Но вдруг, заболев Умерла Эмиль, да то ли никогда не бывший в Константине Приехал на похороны Легко понять, как тронула госпожу Моро эта смерть Смерть девушки, уже примирявшей венчальную фату Известно и то, как просто устанавливается при таких обстоятельствах Близость между людьми Даже едва узнавшими друг друга К тому же Эмиль И в самом деле был для госпожи Моро Только мальчиком Вскоре после похорон Госпожа Бонне уехала к родным во Францию Эмиль же остался в Константине На загородной даче своего покойного отчима На вилле Хашим И стал почти ежедневно бывать у Моро Какого бы он ни был Чем бы он ни притворялся Все же он был очень молод Очень чувствителен И нуждался в людях Которым мог бы прибиться на время И не странно ли Говорили некоторые Госпожа Моро стала неузнаваема Как она похорошела Однако Эти иносказания Были неосновательны Вначале было только то Что немного веселее стала ее жизнь Да и гриви Кокетливее стали ее девочки Ибо Эмиль Поминутно забывая о своем горе И о том яде Которым, как он думал Отравил его конец века Иногда по целым часам Возился с Мари и Луизой Совсем как равный Правда, все же он был парижанин И не совсем обычный Он участвовал в той недоступной Для простых смертных жизни Которой жили парижские писатели Он часто с какой-то Сумнобулической выразительностью Читал странные Но звучные стихи И, быть может Благодаря именно ему Легче и быстрее Стала походка Госпожи Моро Чуть-чуть наряднее Ее туалеты Ласковей и насмешливей Оттенки ее голоса Может быть И была в ее душе Капля чисто женской радости Что вот Есть человек Который можно слегка повелевать С которым можно говорить С полушутливой наставительностью С той свободой Что так естественно Допускалась Разница в летах И который Так предан Всему ее дому Где, однако Первым лицом Это, конечно, Очень скоро обнаружилось Была для него Она Но ведь Как обычно Все это А главное Чаще всего Он был только Жалок ей Он Почитавший себя Прирожденным поэтом Хотел и по наружности Походить на поэта Он носил длинные Закинутые назад Волосы Волосы У него были Красивые Коричневые И шли К его бледному лицу Равно Как и черная одежда Но бледность Эта была Слишком бескровная С желтым налетом Глаза у него Постоянно Блестили От изможденного Лица Казались Лихорадочными И так Сухая плоска Была его грудь Так тонки Ноги Так худы руки Что становилось Как-то неловко Когда он Не в меру Оживлялся И бежал По улице Или по саду Немного Подавшись Вперед Как бы Скользя Чтобы скрыть Свой недостаток То, что Одна нога Была у него Короче другой В обществе Он старался Быть Загадочным Небрежным Порой Изящно Дерзким Порой Презрительно Рассеянным И во всем Независимым Одевался С аристократической Скромностью Но уж Слишком часто Не доигрывал Он ролей Срывался И начинал Говорить С какой-то Наивной Откровенностью И даже Поспешностью И конечно Недолго Он сумел Таить Свои Чувства Притворяться Неверящим В любовь И счастье На земле Вскоре О его Влюбленности Знал Весь дом Он уже Стал Докучать Хозяину Своими Посещениями Стал Каждый день Привозить С вилы Букеты Самых редких Цветов Сидеть С утра До вечера Читать Стихи Все более Непонятные А по ночам Пропадать В туземных Кварталах В тех Притонах Где Арабы Закутанные В грязно-белые Бурнусы Жадно Глядят На танцы Живота И пьют В самые Острые Ликеры Короче Сказать Не прошло И месяца Как Влюбленность Его Перешла Бог знает Во что Нервы Его Совсем Перестали Служить Ему Однажды Чуть не целый День Сидел Он Молча Затем Встал Поклонился Взял Шляпу И вышел А через Полчаса Был Принесен С улицы В ужасном Состоянии Он Бился В истерике Он Так Страстно Рыдал Что Перепугал И детей И прислугу Но Госпожа Моро Казалось Не придала Особого Значения И этому Иступлению Она Сама Приводила Его В чувство Развязывая Ему Галстук И только Усмехалась Когда он Без всякого Стеснения Перед мужем Хватал Покрывая Поцелуями Ее руки И клялся В своей Бескорыстной Преданности Все же Надо было Положить Конец Всему Этому Когда Через Несколько Дней После Припадка Эмиль Которым Дети Уже Соскучились Явился Явился Успокойный Госпожа Моро Мягко Сказала Ему Все Что Говорят В таких Случаях Друг Мой Вы Ведь Как Сын Для Меня Сказала Она Ему Впервые Произнося Это Слово Сын И В самом деле Чувствую Материнскую Нежность К нему Не Ставьте Меня В смешное И мучительное Положение Но Клянусь Вам Что Вы Ошибаетесь Воскликнул Он С искренней Страстностью Я Только Предан Вам И Только Хочу Видеть Вас Ничего Более И Вдруг Упал На Колени Они Были В саду В Тихий И Жаркий Сумрачный Вечер Он Порывисто Охватил Ее Бедра Близкие От Страсти К Обмороку И Глядя На его Волосы На его Белую Тонкую Шею Она С болью Восторгом Подумала Ах Да Да У Меня Мог Быть Вот Почти Такой Же Сын Все Таки С этих Пор До Самого Отъезда Во Францию Только Раз Вновь Не Сдержал Он Себя Как То После Воскресного Обеда За Котором Присутствовали И Посторонние Он Совсем Не Думая О том Что Это Может Быть Всеми Замечено Сказал Ей Вдруг Очень Прошу Вас Уделить Мне Одну Минут Она Встала И Пошла За Ним В Пустой Полутемный Зал Он Подошел К окну В Которое Сквозь Жалюзи Продольными Полосками Проникал Снаружи Вечерний Свет И Глядя Прямо В лицо Сказал Нет Я Люблю Вас Она Повернулась Чтобы Уйти Испуганный Он Поспешно Прибавил Простите Меня Это Первый Последний Раз И Точно Новых Признаний Она От него Не слыхала Я Очарован Был Ее Смущением Писал Он В этот Вечер В своем Дневнике Своим Изысканным И напыщенным Слогом Я Поклялся Не Нарушать Боли Ее Покоя Разве Без Того Не Блажен Я Он Продолжал Ездить В город Только Ночевал На Виле Хашим И Вел Себя Разно Но Всегда Более Или Менее Пристойно Иногда Он Бывал По-прежнему Как-то Некстати Резу Наивен Бегал С детьми По Саду Но Чаще Всего Сидел Возле Нее И Упивался Ее Присутствием Читал Я романы И Счастлив Был Что Она Его Слушает Дети Не Мешали Нам Писал Он Об Этих Днях Их Голоса Смех Возня Самые Существа Их Служили Как бы Тончайшими Поводниками Наших Чувств Благодаря Им Эти Чувства Были Еще Очаровательнее Мы Вели Беседы Самые Обыденные Но Звучало В них Другое Наше Счастье Да Да И она Была Счастлива Она Любила Когда Я Декламировал По Вечерам С балкона Мы Созерцали Константину Лежавшую У наших Ног В Голубом Лунном Сиянии Наконец В августе Госпожа Морона Стояла Чтобы он Уехал Возвратился К своим Занятием И В дороге Он Писал Я Уезжаю Уезжаю Отравленной Горькой Сладостью Разлуки Она Подарила Мне на память Бархатку Которую Носила На шее В девушках Она Благословила Меня Я Видел Влажный Блеск В ее Глазах Когда Она Сказала Мне Прощайте Дорогой Сын Мой Прав ли Он Был Что И Госпожа Моро Была Счастлива Неизвестно Но Что Его Отъезд Оказался Для нее Весьма Тяжел Несомненно И Прежде Встречая На пути В церковь Знакомых Говоривших Ей В шутку О чем Вам молиться Госпожа Моро Вы Так Безгрешны И Счастливы Не раз Отвечала Она С грустной Улыбкой Я Жалуюсь Богу Что Он Лишил Меня Сына Теперь Мысль О сыне О том Счастье Которое Непрестанно Давал бы Он ей Даже Одним Существованием Своим На свете Не Оставляло Ее Теперь Я все Поняла Сказала Она Однажды Мужу Я Теперь Твердо Знаю Что Каждая Мать Должна Иметь Сына Что Каждая Женщина У Которой Сына Нет Несчастна О Как Нежно И Страстно Можно Любить Сына Она Была Очень Ласково С мужем В эту Осень Случалось Что Оставшись С ним Наедине Она Вдруг Застенчиво Говорила Ему Гектор Послушай Мне Уже Совестно Спрашив Тебя Об этом Но Все Таки Ты Когда Нибудь Вспоминаешь Март 76 Года Ах Если Бы У нас В тобой Был Сын Все Это Очень Меня Смущало Рассказывал Впоследствии Господин Марго Смущало Тем более Что Она Стала Очень Худеть Она Слабела Делалась Все Молчаливее И Мягче Характером У Знакомых Она Бывала Все Реже В Город Выезжать Избегала Абонна Прибавляла Что Выезжая В эту Осень Госпожа Амаро Непременно Надевала Белую Густую Вуаль Чего Прежде Не Делала Что Возвратясь Домой Она Тотчас Поднимала Вуаль Перед Зеркалом И Пристально Разглядывала Своё Усталое Лицо Излишне Пояснять Что Совершалось За душе Ее За это Время Но Хотела Ли Она Видеть Эмиля Он Представил Суду Две Депеши Отправленные Ею В ответ На Его Письма Одна Была Десятого Ноября Вы Сводите Меня С ума Успокойтесь Немедленно Дайте Весть О себе Другая От Двадцать Третьего Декабря Нет Нет Не Приезжайте Умоляю Вас Думайте Обо Мне Любите Меня Как Мать Однако Достоверно Только То Что С сентября По Январь Госпожа Моро Жила Тревожно Достоверно Достоверно Болезненно Достоверно Люди 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 Пережившие Молодость Достоверно Она Снова Стала Выезжать Много Каталась С детьми Бывала С ними В саду Пустевшие Вилы Хошим Собиралась Проехать В Алжир Показать Детям Блиду Возле Которая Есть В горах Лесистое Ущелье Излюбленное Обезьянами И так Шло Вплоть До Семнадцатого Января Девяностого Года Семнадцатого Января Она Проснулась От Какого-то Необыкновенного И нежного Чувства Волновавшего Ее Как Казалось Всю Ночь В Большой Комнате Где За Отсутствием Мужа Надолго Уехавшего По делам Службы Она Спала Одна Было Почти Темно От Жарюзи Гордин Все же По той Голубой Бледности Что Проникала Из-за Них Можно Было Понять Что Светает С Наслаждением Ощущая Утреннюю Свежесть Входившую Сада Она Закуталась В легкое Одеяло И Повернулась К стене Почему Мне Так Хорошо Подумала Она Забываясь И Смутными Прекрасными Видениями Стали Представляться Картины Италии Сицилии Картины Той Далекой Весны Когда Плыла Она В каюте С окнами На палубу На холодное Серебристое Море С портьерами Из высохшего От времени Поблегшего Красного Шелка С Высоким Порогом Сиявшим Стертой От долголетней Чистки Медью Потом Увидела Она Безграничные Морские Заливы Лагуны Низменности Большой Арабский Город Весь Белый С плоскими Крышами И волнистые Туманно-голубые Холмы За ним Это был Тунис В котором Она была Только раз В ту же Весну Что и в Неаполе В Палермо Но тут Точно Холод Волной Прошел По ней И Вздрогнув Она Открыла Глаза Был уже Десятый Час Слышались Голоса Детей Голос Их Бонны Она Встала Накинула Халат И Выйдя на Балкон Спустилась В сад Села На качалку Стоявшую На песке Возле Крутого Стола Под цветущей Мимозой Раскинувши Над ним Свой Золотой Намет Благоухавши На припеке Горничная Принесла Я кофе А она Опять Стала Думать О Тунисе И Вспоминала То Странное Что Было Там С Нею Тот Сладкий Страх И То Блаженное Безводие Как бы Предсмертных Минут Что Испытала Она В этом Бледно Голубом Городе В Теплые Розовые Сумерки Полулежа В качалке На крыше Отеля Слабо Видит Темное Лицо Араба Гипнотизера И фокусника Сидевшего На корточках Перед нею И усыплявшего Ее Своими Чуть Слышными Однотонными Напевами И Медленными Движениями Худых Рук И Одруг Думая И Пристально Глядя Широко Раскрытыми Глазами На Яркую Серебряную Искру Которой Горела На Солнце Ложечка В стакане С водой Она Потеряла Сознание Когда же Внезапно Очнулась Над Ней Стоял Эмиль Все то Что совершилось Вслед за этой Неожиданной Встречей Известно Со слов Самого Эмиля По его Рассказу По его Ответам На допросах Да Я точно С неба Упал Константину Рассказывал Он Я приехал Потому что Понял Что Сами Силы Небесные Не могут Остановить Меня Утром Семнадцатого Января Я Прямо С вокзала Без Всякого Предупреждения Явился В дом Господина Моро Я был ошеломлен Тем Что Представилось Моим Глазам В саду Но Едва Я сделал Шаг Как Она Очнулась Она Казалось Тоже Была Изумлена И Неожиданностью Моего Появления И тем Что Было С нею Но Даже Не Издала Восклицания Поглядив На меня Как Человек Только Что Очнувшийся От Сна Она Поднялась С места Оправляя Волосы Вот Так Я И Причувствовала Невыразительно Сказала Она Вы Не Послушались Меня И Взяв Мою Голову Обеими Руками Два Раза Поцеловала Меня В лоб Я Потерялся От Восторга Но Она Тихо Отстранила Меня Идем Я Не Одета Я Сейчас Вернусь Но Ради Бога Что Такое Было С Вами Спросил Я Всходя За Нею На Балкон Оп Устяк Легкое Цепенение Я Засмотрелась На Блестевшую Ложечку Отвечала Она Владевая Собой И Начиная Говорить Оживленнее Но Что Вы Сделали Что Вы Сделали В Доме Было Пусто И Тихо Я Сел В Столовой Слышал Как Она Вдруг Запела В Дальней Комнате Сильным Звучным Голосом Но Тогда Я Не Понял Всего Ужаса Этого Звука Я Не Спал Всю Ночь Я Считал Минуты Пока Поезд Мчал Меня Константине Я Вскочил В Первый Попавшийся Фиакр Вышла В Легком Свет 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 Платье С Оттенком Ириса Ах Сказала Она Пока Я Целовал Ею Руку Я И Забыла Сегодня Воскресенье Дети В Церкви Эти Слова Были Произнесены С Какой-то Непонятной Улыбкой И Что Она Чувствует Себе Так Хорошо Так Молода Как Никогда Я Отвечал Слушал Но Многого Не Понимал У Меня Холодели Руки От Близости Иного Страшного И Неотвратимого Часа Я Не Отрицаю Меня Точно Молния Ослепила Когда Она Сказала Я Постарела Я Вдруг Увидел Что Она Права Худобель Ее Рук И Поблекшего Хотя И Впрям Помолодевшего Лица В Сухости Некоторых Очертаний Тела Я Уловил Первые Знаки Того Что Заставляет Так Больно И Даже Как-то Неловко Но Тем Страстнее Ожиматься Наше Сердце При В виде Стареющей Женщины Ах Да Как Быстро И Резко Изменилась Она Но Все же Она Была Прекрасна Я Пьянел Глядя На Нее Я Привык Без Конца Мечтать О Ней Я Не Забыл Того Мига Когда Вечером Одиннадцатого Июля Впервые Обнял Ее Колени Как Дрожали Ее Руки Когда Она Поправляла Прическу Улыбалась И Глядела На Меня И Вдруг Вы Поймете Всю Катастрофическую Силу Этого Мгновения Вдруг Эта Улыбка Как-то Исказилась И Она С Трудом Но Твердо Выговорила Вам Все Надо Поехать К Себе Отдохнуть С дороги На Вас Лица Нет У Вас Такие Страдальческие Ужасные Глаза И Горящие Губы Что Я Не В силах Больше Видеть Этого Хотите Я Поеду С Вами Провожу Вас И Встала И Пошла Чтобы Взять Шляпу И Монтилью Мы Быстро Приехали На Виллу Хашим Я Задержался У Крыльца Чтобы Нарвать Цветов Она Не Стала Ждать Меня Сама Отворила Дверь Прислуги У Меня Не Было Был Только Сторож Но Он Он Не Видел Нас Когда Я Вступил В Полутемную От Закрытых Жалюзи Переднюю И Подал Ей Цветы Она Поцеловала Их Потом Обнив Меня Одной Рукой Поцеловала Меня От Волнения Губы Ее Были Сухи Но Голос Ясен Но Послушай Как Ж Мы Есть Что Что Нибудь С Тобой Спросила Она Я Сперва Не Понял Ее Так Потряс Меня Этот Первый Поцелуй Это Первая Ты И Пробормотал Что Ты Хочешь Сказать Она Отступила Назад Как 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 Сказала Она С Изумлением Почти Строго Неужели Ты Думал Что Я Что Мы Можем Жить После Этого Есть Есть Тебя Что Что Нибудь Чтоб Умереть Я Спохватился И Поспешил Показать Ей Заряженный Револьвер С которым Никогда Не Расставался Она Быстро Пошла Вперед Из Комнаты В Комнату Всюду Была Полутьма Я Следовал За Ней С Тем Помутнением Всех Чувств С Которым Раздетый Человек Идет В Знойный День В Море Слышат Только Шелест Ее Шелковых Юбок Наконец Мы Пришли Она Сбросила Монтилью И Стала Развязывать Ленты Шляпы Руки Ее Дрожали И Я Еще Раз Заметил Сквозь Сумрак Что-то Очень Жалкое В Ее Лице Но Умерла Она Твердо Но Умерла Она Твердо В Последнее Мгновение Она Преобразилась Целуя Меня И Отстраняясь Чтобы Видеть Мое Лицо Она Сказала Мне Шепотом Несколько Столь Нежных И Трогательных Слов Что Я Не В Силах Повторить Их Я Хотел Пойти Нарвать Еще Цветов Чтобы Осыпать Ими Наша Погребальная Ложа Но Она Не пустила Меня Она Торопилась Она Говорила Нет Нет Не Надо Цветы Есть Вот Твои Цветы И Все Повторяло И Так Заклинаю Тебя Всем Для Тебя Священным Что Ты Убьешь Меня Да А Затем Себя Сказал Я Ни Секунды Не Сомневаюсь В Своей Решимости О Я Верю Верю Отвечала Она Уже Как Бы В Забытии За Минуту До Смерти Она Сказала Очень Тихо Боже Мой Этому Имени Нет И Еще Где Цветы Что Ты Дал Мне Поцелуй Меня В Последний Раз Потом Она Сама Приставила Долг Виску Я Хотел Выстрелить Но Она Остановила Меня Нет Нехорошо Дай Я Поправлю Вот Так Дитя Мое А Потом Перекрести Меня И Положи Мне Цветы На Грудь Когда Я Выстрелил Она Сделала Легкое Движение Губами Я Выстрелил Еще Раз Она Лежала Спокойно Волосы Ее Были Распущены Черепаховый Гребень Валялся На Полу Я Шатаясь Встал Чтобы Покончить С собой Но В комнате Несмотря На Жалюзи Было Светло Я Резко Видел В этом Свете Ее Уже Побледневшее Лицо Мною Вдруг Овладело Безумие Я Бросился К окну Раскидал Распахнул Ставни Стал Кричать И Стрелять В Воздух Стал Кричать И Стрелять В Воздух Остальное Вы Знаете Остальное Вы Знаете В Вой Вой Вen Продолжение следует...